Друзья, всем привет! С вами я, Алексей. И сегодня на нашем канале интересная тема, которая, в принципе, может затронуть всех нас, потому что в связи с развитием вообще не только финансовой сферы, а в связи с развитием технологий, в связи с таким переходом к искусственному интеллекту и так далее и тому подобное, происходит очень сильное сейчас развитие вообще всего мира, всех технологий, которые связаны с финансами, с добычей криптовалюты и так далее. И я хочу сегодня с вами поговорить на эту тему, немножко развеять мысли и поделиться своими мыслями. И, соответственно, жду от вас лайк, подписку, комментарии и пишите в своих комментариях, что вы думаете на эту тему. Субтитры сделал DimaTorzok и уже прошли там, ну, можно сказать, все этапы взросления, все этапы развития, вместе с развитием всех аппаратов, инверторов, солнечных панелей. И, в принципе, прекрасно разбираемся в этой области и в том числе и делимся с вами. Но сегодня видео будет не именно техническое, а такое немножко для кого-то, может быть, скользкая тема, тема криптовалют. Я хочу с вами поделиться своей информацией и, соответственно, хочу услышать от вас ваше мнение. Сталкивались ли вы с этим, занимаетесь ли вы майнингом, допустим, или вы скупаете криптовалюту. Потому что эта тема становится все интереснее. И вот почему я решил записать это видео. Буквально там 10 лет назад, в 15-м году, сын пришел со школы, и он ехал в троллейбусе со своим товарищем со школы, и товарищ ему сказал, что «Дима, покупай биткоины, биткоин в ближайшее время вырастет». Ну и Дима пришел с этой мыслью, настолько его убедил его товарищ. Это был, по-моему, 15-й год. Биткоин стоил что-то в районе 200 или 300 долларов, я точно не помню. Но когда я залез и посмотрел курс биткоина, покрутил рукой у виска и сказал, что чтобы я потратил 300 долларов на какую-то непонятную криптовалюту, куда ее пристроить, и как я ее, если я ее не чувствую и не держу. Ну, в общем, все это дело пролетело, прошло какое-то время. Где-то порядка, не знаю, там пару-тройку лет прошло буквально, не помню, какой-нибудь там, не знаю, 18-й, 19-й год. Биткоин подскочил очень солидно. Он стоил уже порядка 10 тысяч долларов. И, соответственно, я вспомнил, и мы частенько вспоминаем эту ситуацию, когда Дима рассказывал, ну, папа, я же тебе говорил, купи биткоин, сейчас бы стали миллионерами. Следующий этап, помня, сколько стоил биткоин и как он вырос, это был уже, наверное, 18-й или 19-й год, как раз после первого разговора. Биткоин уже тогда упал после, было падение, после 10 тысяч долларов он упал, стоил порядка 3-600. Я купил некоторую, потратил какие-то средства, я купил какую-то сумму биткоина. Сидел полгода, смотрел курсы, нервничал и думал, блин, все падает, все не так, я опять потерял, не может быть. Но когда смотрел график прошлых годов, ну, видно было, что прямая была направлена вверх. И так получилось, что биткоин действительно начал расти, он вырос очень быстро до 5-600 или 5-700. Я был безумно и сказочно рад, что я первый раз в жизни заработал именно не работая, грубо говоря, только вложив эти средства. И, соответственно, я продал эти биткоины, мы уже переехали в Испанию. Здесь очень удобно продавать, здесь были уже в то время установили меняльные эти аппараты, я менял потихонечку, то есть, ну, и каким-то образом я их обменял в евро, соответственно, мне показалось, что я очень классно заработал. Ну, если бы меня того вспомнить и сейчас перевести, когда биткоин стоит там 50 тысяч долларов, то есть тогда, конечно, когда я продал за 5 счастливо, я опять пролетел. Сейчас точно такая же ситуация происходит на рынке, медвежий рынок, все прекрасно знают, что криптовалюты падают, биткоин уже сходил там к 60-65, и сейчас такое некое падение, и многие начинают суетиться, что будет дальше. Но, поверьте, это уже происходит не первый год, прошли там различные халвинги и так далее, после халвинга всегда провалы были. И мы сейчас активно занимаемся не только солнечными панелями, но, соответственно, и майнингом. И то оборудование, которое установлено у нас, оно майнит криптовалюту, соответственно, от нас все, что требуется, это электроэнергия. Те, кто занимается солнечной энергетикой, все прекрасно поймут, что можно создать такую электроустановку, в которой у вас электроэнергия будет бесплатная. То есть, соответственно, если вы хорошо продумали, вы рассчитали, вы рассчитали аккумуляторные системы, вы рассчитали ночные и дневные тарифы, то есть вы можете выйти в ноль. Мы подошли к такому моменту, что в своем развитии, в развитии именно в Испании, в строительстве различных солнечных систем и перехода уже именно к майнингу, очень много людей сейчас начинают строить свои майнинг-центры. Вообще, система зарабатывания именно майнинга, которая, так называемая добыча криптовалюты, зависит не только от дата-центров, цоды, которые существуют огромные. То есть, в ближайшее время мир изменится, до 26-го года у нас есть время заработать на старом оборудовании, на старых технологиях, после 26-го, я ниже расскажу, что произойдет, после 26-го года мир изменится, но он уже начинает изменяться, все прекрасно видят, что появляется гораздо больше криптовалют, если раньше знали все биткоин, эфириум, и на этом знания заканчивались. То есть, сейчас ежедневно создаются криптовалюты, ежедневно токенизируют различные бизнесы, многие переходят, я знаю, что питерский проект, который занимается электрозарядками, они токенизировали зарядки, то есть, у них можно заправляться уже криптовалюты, расплачиваться. Конечно, не всем государствам, не всем правительствам это нравится, потому что деньги ходят, минуя всех центробанки, и здесь никуда не денутся, то есть, правительства не смогут сдержать, какие бы регулирования ни были, криптовалюта останется, блокчейн останется, никто не имеет возможности влиять на это. Может быть, будут какие-то ограничения, сложности вывода через биржи, биржи, которые будут создавать сами государства, но криптовалюта как такова, если она находится в сети, она никуда оттуда не денется. На сегодняшний момент все прекрасно знают, что цикличность криптовалют, она, в принципе, привязана к биткоину. Если вы возьмете за 10 лет график биткоина, вы увидите все вот эти всплески, которые ознаменовывают свои пики и падения именно халвингом, который прошел в апреле этого года. И, соответственно, возвращаясь в майнинг, если вы добываете криптовалюту именно майнингом, а не покупаете ее, то, соответственно, сейчас наступает самое лучшее время приобретения майнинг-оборудования, потому что каждый производитель, стоимость майнинг-оборудования, она влияет настолько привязана к курсу, что она в течение дня, если курс растет, производители постоянно-постоянно меняют, то есть цена прыгает. И каждый раз, когда мы закупаем очередную партию оборудования, у нас идет такая борьба, слеживаешь, ищешь момент, в какой момент происходит падение, и вот на падении нужно покупать. Сейчас самое время купить майнинг-оборудование. Естественно, я не буду в этом ролике рекомендовать какое-то, рассказывать, какое лучше, хуже. У вас у всех, как говорится, голова на плечах, вы сами разберетесь, если уйдете в эту тему. Но в любом случае, вот сейчас наступил момент, то есть до конца лета, скорее всего, может быть, даже чуть побольше, вообще предрекают до 2025 года у нас еще будет момент максимально обновить свое майнинг-оборудование, намайнить какую-то криптовалюту, и после того, как начнет рост того же самого биткоина, так как многие криптовалюты привязаны к биткоину, произойдет, соответственно, и рост вашей намайненной именно валюты, которую вы намайните. Вот такой вопрос я затронул. Хочу услышать от вас мнение. Может быть, для кого-то будет это интересная тема, может быть, кто-то откроет для себя это впервые. Попробуйте, разберитесь. Но основную мысль, которую я хотел донести, что сейчас направлено, вообще производители майнинг, направлено именно на домашний майнер. Почему это делается? Как мы все прекрасно знаем, что во многих странах, есть страны, в которых запрещен майнинг, есть страны, в которых запрещают майнить из-за того, что люди потребляют очень много энергии именно из сети. И, соответственно, в тех странах, где энергия именно можно, возможно, получить бесплатно, в тех странах майнинг, конечно, разрешен. Это поддерживает не только добычу криптовалюты, потому что в ближайшее будущее мир немножко изменится, в плане того, что центры обработки данных, такие как ЦОДы, они, в принципе, перестанут существовать, потому что все хранилище, все децентрализованные приложения, они все перейдут именно в блокчейн. То есть это не будет какой-то там дата-центр, в котором будет храниться куча жестких дисков, где будет храниться информация. То есть это будет распределено по вашим квартирам, по вашим майнерам. Происходит то, что такие огромные центры, майнинговые центры, они начинают правительствами регулироваться, кого-то закрывают, кому-то приходят такие налоговые или таможенные службы, проверяют декларации, каким образом завезли оборудование. То есть это все направлено для того, чтобы прекратить, остановить и запретить. Но производители это поняв. У нас людей на земном шаре очень много, в очень много стран, в которых есть возможность бесплатно получать энергию. И, соответственно, сейчас майнеры стремятся к тому, чтобы производители более эффективные, то есть меньше, чтобы они потребляли. И все в дальнейшем перейдет все-таки на домашние майнеры. Что сейчас происходит? В этом году мы увидели, что на рынке вышло очень большое количество домашних майнеров, которые можно установить в своей квартире и, соответственно, зарабатывать на майнинге криптовалют или на поддержке центров хранения данных. То есть в любом случае все эти структуры, они все это дело монетизируют свою в итоге криптовалюту, и вы получаете ее, потом можете поменять на любую другую, либо перевести ее себе потом уже на карту. Ну и как обещал, рассказываю, почему после 26 года рынок изменится. Все биржи, которые сейчас существуют, их просто обязуют выдавать информацию правительствам в тех странах, где вы находитесь. И, соответственно, каким-то образом будут пытаться вас обложить налогами. В Испании на данный момент вы можете майнить валюту, но при этом намайненные деньги, если вы выводите на свою карту, допустим, в том же испанском банке, так как это полученная прибыль, вы должны, соответственно, заплатить налоги. Ну, в принципе, такое же будет и в других странах. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, что об этом вы думаете. И до нового ролика. Всем удачи, пока. Чао. Продолжение следует...